Добрый день! Меня зовут Хатылёва Татьяна Юрьевна. Я ведущий научный сотрудник лаборатории проблем трудностей обучения и СДВГ МГППУ. И одновременно я являюсь руководителем небольшой коррекционной школы при Центре психолога-медико-социального сопровождения детей и подростков города Москвы. И в нашей школе обучаются дети с различными психическими нарушениями. В основном то, что называется дети со сложной структурой дефекта. Примерно 70% наших учащихся это дети с аутизмом и с различными другими эндогенными заболеваниями. И естественно, что среди наших учащихся 100% это дети с трудностями обучения и очень много детей с СДВГ или с проявлениями, похожими на СДВГ. Потому что синдром Аспергера и многие другие нарушения развития, они дают поведенческие проявления, похожие на СДВГ, органические поражения головного мозга и так далее. Два года назад у нас была возможность у сотрудников нашей лаборатории изучить систему работы с детишками с трудностями обучения и с СДВГ в Норвегии и в Соединенных Штатах Америки. То есть, разумеется, конечно, за недельную поездку изучить систему в целом невозможно, но тем не менее мы получили достаточно подробные представления о том, каким образом это устроено и хотим сегодня вам об этом рассказать. Но вот, к сожалению, Татьяна Васильевна Охутиной сегодня не будет, поэтому я буду рассказывать за нас обеих. Вот, ну я думаю, что имя Татьяна Васильевна Охутиной вам хорошо знакома, это очень известный, один из самых, наверное, известных российских нейропсихологов, она ученица Александра Романовича Лория, и она возглавляет нашу лабораторию трудностей обучения, проблем трудностей обучения и СДВГ. Начнём мы с системы организации помощи детям в Норвегии. Ну вот эта лирическая картинка, просто чтобы вы немножко настроились и представили себе маленькую скандинавскую страну до начала 60-х годов XX века чрезвычайно бедную. Это страна, из которой очень большой процент населения эмигрировал в начале, в середине XX века в Америку, во многие европейские страны. Жизнь была очень нищая, пока норвежцы не нашли у себя нефти. И начиная с начала 60-х годов, то есть за 50 лет на сегодняшний день, эта страна превратилась в страну с самыми лучшими социальными условиями в Европе. Мы не можем сравнивать с Америкой и с Канадой, но в Европе это страна, в которой оказывается самая лучшая социальная помощь любым категориям населения, которые в ней нуждаются. Происходит это из-за абсолютно грамотной и некоррумпированной системы организации социальной помощи в стране. То есть все деньги, которые получаются от добычи нефти, они реально идут на то, чтобы оказывать помощь населению. И помощь эта очень разносторонняя и очень многоступенчатая. Когда мы общались с норвежскими коллегами, обсуждали ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть в Норвегии, и ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть в России. А надо сказать, что перед нашей поездкой в Норвегию Виталий Владимирович туда ездил, тоже изучал эту ситуацию. И после этого норвежские коллеги приезжали к нам и достаточно подробно увидели ту ситуацию, которая есть в России на сегодняшний день. Поэтому нам было что обсудить, было что сравнить. И вот норвежские коллеги, они говорили, ну что вы, мы же тоже начали всего-навсего 50 лет назад. И вот там 20 лет назад того, что вы сейчас видите, у нас, конечно, тоже не было. Вся эта система развивалась очень активно и очень быстро. И у вас через 20 лет будет то же самое. Но нам на это можно надеяться. И предстоит очень много сделать для того, чтобы хотя бы частично эти прогнозы оправдались. Итак, содержание лекции. Это система организации психолого-педагогической помощи в Норвегии. Технологии интегративного обучения детей с различными отклонениями в развитии. СДВГ, синдром Торетта, синдром Аспергера, умственной отсталости и многие другие. В системе общего образования. Далее, технология диагностики вариантов ADHD и коморбидных расстройств. И технология помощи детям с СДВГ конкретно. Значит, это та часть лекции, которая касается Норвегии, повышения квалификации в Норвегии. Итак, организации, в которых изучался норвежский опыт. Это ADHD, Норвежская ассоциация СДВГ. Более 70% которой состоит из людей, имеющих этот диагноз. То есть, взрослые работающие сотрудники, 70% сотрудников этой организации, это люди, которым в детстве был поставлен диагноз СДВГ, и которые, уже будучи взрослыми, работают над этой проблемой. Далее, средняя общеобразовательная школа. Хослэскул, численность которой 500 человек учащихся. Далее, мы познакомились с опытом Национального ресурсного центра СДВГ, синдрома Туретта и нарколепсии, с опытом работы детско-подростковой психиатрической клиники. Нужно сказать, что изучали мы, конечно, не только опыт помощи детям с СДВГ, потому что в Норвегии есть очень широкий спектр помощи любому ребенку, любому взрослому человеку, который в этой помощи нуждается. Значит, система психолого-педагогической помощи в Норвегии базируется на законодательно закрепленном праве обучения в общеобразовательной школе ребенка с любыми нарушениями развития. Сразу хочу сказать, что при этом есть очень большой спектр учреждений, помимо общеобразовательных школ, в которых может обучаться ребенок. И сама система образования, я сейчас об этом подробно расскажу, но ребенок обучается в общеобразовательной школе только в том случае, если его родители принимают такое решение, потому что спектр услуг, спектр вариантов предлагается им очень обширный. Если родители принимают такое решение, то ребенок обучается в общеобразовательной школе. Значит, ну вот в данном случае на фотографии, потом будет фотография всего класса, вы ее увидите. Здесь на фотографии сфотографировано ребеночек с синдромом Аспергера, который обучается в пятом классе общеобразовательной школы. Как видите, ребеночек левша, но это просто вот такая иллюстрация, картинка. О работе класса и школы я расскажу подробнее. Значит, я уже сказала о том, что выбор делают сами родители. Но для того, чтобы родители сделали правильный выбор, с ними проводится очень развернутая работа по информированию и по обучению родителей, как родителей ребенка, которому требуется особая помощь. Значит, каким образом это делается? Очень активно распространяются знания среди родителей. Распространяются они следующим образом. При помощи листовок о различных отклонениях в развитии. Именно листовок, потому что считается, что на начальном этапе родителю проще будет освоиться с очень простой и очень сжатой информацией. Поэтому эти листовки распространяются повсеместно в любые самые глухие уголки страны. Далее. Отдельные брошюры о различных отклонениях в развитии. Причем эти брошюры есть тоже очень разного объема. Есть брошюры объемом 5-6 страничек, где охарактеризованы основные черты, которые свойственны этому нарушению развития, особенности поведения. И дальше даются конкретные рекомендации родителям, что именно делать, как себя вести. И самое главное, список организаций, в которые они могут обращаться за помощью. Разумеется, это все речь идет о раннем детстве. То есть с родителями детишек, у которых выявлено какие-то отклонения, начинают работать не в тот момент, когда они пытались отдать ребенка в школу, и его туда не приняли. Ну, практически начиная с момента рождения, как только у специалистов зародились подозрения в том, что у ребенка есть какие-то нарушения, какие-то отклонения. Далее, периодические издания, выпускаемые Национальным ресурсным центром. Это различные журналы, тематические журналы, периодические журналы, ну и, разумеется, просто популярная литература для родителей, то есть книги, руководство, это уже для тех, кто хочет работать с проблемами своих детей, хочет ими заниматься и их решать. Ну и, конечно, интернет-сайты. Очень активно применяется, и идет очень активный обмен информацией между специалистами, родителями, именно через интернет, через электронную почту, через чаты и так далее. Далее. Существует телефонная и почтовая служба помощи. В Национальном ресурсном центре есть целый штат специалистов, отдел специалистов, которые занимаются тем, что отвечают на вопросы родителей и вообще общаются с родителями, если те изъявляют такое желание, как по телефону, так и по почте. То есть просто письменно отвечают, потому что, естественно, люди разные, и кто-то может общаться через интернет, а кто-то привык писать от руки и хочет получить такие же письменные ответы. Эта форма тоже предусмотрена. Кроме того, Норвегия при достаточно высоком уровне образования, социального обеспечения, тем не менее, в отдалённых районах есть люди, которые, например, не хотят овладевать компьютерными технологиями по своим личным соображениям. Поэтому с ними ведётся активная переписка и ведутся телефонные разговоры. И, наконец, существует Национальный ресурсный центр. Это головная организация, в которую за помощью могут обращаться не только родители со своими детьми или родственники ребёнка, в неё могут обращаться все специалисты. То есть учителя, которые испытывают проблемы с этим ребёнком, воспитатели, психологи и группа специалистов в целом. Очень принята система, когда группа специалистов, которые работают с каким-то конкретным ребёнком, приезжают в Национальный ресурсный центр для дообследования вместе с этим ребёнком. Ребёнок обследуется теми технологиями, которые приняты, которые популярны в этом центре, и дальше происходит консилиум между теми специалистами, которые работают с ним постоянно, и теми специалистами, которые только что посмотрели на ребёнка и его обследовали. И последний пункт – это комиссии по надзору за соблюдением права ребёнка на охрану психического здоровья. В эти комиссии, опять же, могут обращаться не только родители, что очень важно, потому что, как правило, с какими-то жалобами у нас обращаются родители на то, что мы с вами специалисты, что-то не так делаем. Родители считают, что ребёнку оказывается недостаточно помощи, или они не согласны с тем, какая помощь оказывается, или они пытаются научить специалистов, как именно нужно работать с их ребёнком. Так вот, в эти комиссии имеют право обращаться не только родители, но и специалисты. В тех случаях, когда считают, что поведение родителей, воспитание родителями этого ребёнка, недостаточное медикаментозное лечение родителями этого ребёнка, что последствия такого поведения и отношения мешают ребёнку сохранить психическое здоровье и стать полноценным членом общества. Нужно сказать, что за соблюдение... Нужно ещё сказать следующее, что кроме... Значит, какие рычаги имеет эта комиссия? Вот это очень важный момент. Эта комиссия имеет в первую очередь экономические рычаги. Потому что в ситуации... Ну, вы все специалисты работаете с детьми и прекрасно знаете, что очень часто у детишек с какими-то грубыми нарушениями развития бывают чрезвычайно сложные, чрезвычайно тяжёлые родители, с которыми трудно взаимодействовать. И шок, который испытывают родители, когда узнают о том, что у их ребёнка тяжёлые проблемы, он остаётся... Он очень малого количества родителей удается преодолеть этот шок и правильно построить обучение и воспитание ребёнка. И есть разная степень осознания родителями проблем ребёнка, есть дистанцированность от проблем, есть попытка обвинить всех окружающих. Так вот, Норвегия поступила очень просто. Дело в том, что каждый человек, который имеет право на какие-либо социальные льготы, он эти социальные льготы получает по фиксированному индексу. И вот этот самый индекс устанавливает вот эта комиссия. То есть, если... Ну, речь идёт и о взрослых людях, и о детях. Но когда речь идёт о детях, то обсуждается, анализируется вся семейная ситуация в целом. Если комиссия решает, что данная семья не делает всё возможное для поддержания воспитания и коррекционного процесса с этим конкретным ребёнком, то вот это социальное пособие уменьшается на то количество процентов, как бы платят такой процент, который устанавливает вот эта комиссия. То есть, например, если родители ребёнка с СДВГ отказываются от медикаментозного лечения, то пособие, которое они будут получать на этого ребёнка, уменьшается достаточно существенно. Если же выясняется, что родители не отказываются, родители не лечат ребёнка, потому что они не отказывались от медикаментозного лечения, они его попробовали, но лечение оказалось неэффективным. И есть доказательства, потому что известно, что только в 50% случаев медикаментозное лечение, но в случае диагноза СДВГ, оно оказывается эффективным. Примерно в 50% не помогает. Если родители пробовали и лечение не помогает, то в таком случае никаких экономических ущемлений они не получают. Вот такой вот рычаг экономический. Теперь давайте поговорим о технологиях инклюзивного, очень модное нынче слово, инклюзивного обучения детей с различными диагнозами в системе общего образования. Каким образом это устроено и каким образом это вообще удается реализовать? Потому что надо сказать, что в стране существует, ну буквально по пальцам можно пересчитать специализированные учебные заведения. Вот школы, например, для детей с тяжелыми психическими нарушениями. На всю Норвегию их всего две. И в одной из них обучается 18 детей, и в другой примерно такое же количество. Все, больше таких школ нет. Для детей с тяжелыми психическими нарушениями. Ну, в этих школах обучаются глубокоумственно отсталые дети. Еще раз хочу сказать, именно с психическими нарушениями и глубокоумственно отсталые. То есть это сложная структура дефекта. Вот. Как основное количество детей все-таки находится в системе общего образования. Вот посмотрите, пожалуйста. Это класс, пятый класс общей образовательной школы, в котором обучается 40 человек детей. И это абсолютно нормальный для Норвегии класс. Надо сказать, что для меня, когда я это увидела, в общем, это был, ну шок не шок, но я была очень удивлена. И вот в этом классе учатся два ребенка аутиста, один из них с синдромом Аспергера, другой с атипичным аутизмом, и трое детишек с СДВГ. Правда, только один ребенок с комбинированным видом СДВГ, с комбинированным видом, то есть и с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Вот. И двое детей с выраженными нарушениями внимания, то есть с дефицитом внимания. Вот это обычный стандартный класс норвежской школы. Мы видели разные классы, и вот здесь в данном случае, вы видите, парты индивидуальные для детишек. Бывают классы, где все дети сидят по периметру класса, как бы вот, ну, П-образно поставлены столы, в центре находится учительский стол, который имеет возможность подходить к каждому ребенку, с ним работать, общаться и так далее. Значит, вот теперь давайте посмотрим, каким образом удается организовать работу такого класса. Значит, первое и самое главное – это вариативные программы обучения. Что значит, законодательно закреплено за каждым ребеночком право обучения по программе, которую для него составил психолого-педагогический консилиум. Эти программы могут изменяться в любой момент по запросу специалистов, которые с ним работают, если они считают, что программа составлена слишком сложная или слишком простая, наоборот. То есть учитывается зона ближайшего развития ребенка практически. Так вот, в одном и том же классе находятся дети, которые обучаются, здесь нет стандартно, но примерно по 4-5 программам одновременно. Вот как в нашей деревенской школе в России, когда-то был один учитель, который работал со всеми детьми. Вот здесь примерно такая же ситуация, но дети одного возраста, поэтому все-таки корреляция не такая сильная. Но тем не менее, 4-5 программ в одном и том же классе. Далее, форма работы. Норвежские дети приучены к самостоятельной работе, в том числе дети с СДВГ, в том числе дети с синдромом, с аутизмом, фронтальных форм работы в классе очень мало. Они составляют не более 25% времени, которое проходит занятие. Все остальное время дети работают самостоятельно, учитель курирует их работу. Далее, активное применение бланковых методик. Значит, ну, это достаточно популярная и в России технология работы, бланковые методики. Что дают бланковые методики в классе? Во-первых, возможность давать различные по уровню сложности задания. Во-вторых, оказывать индивидуальную помощь с тем детям, которые в этот момент в ней нуждаются. Остальные, соответственно, могут работать и не отвлекаться на то, что учитель от доски говорит одному ребёнку, а слушать вынужден весь класс. Далее. Да, вот вы видите на фотографии девочка на уроке английского языка, работающая с бланком задания. Значит, я видела этот урок от начала до конца. Первые 7 минут была фронтальная работа. После этого дети получили индивидуальные задания на бланках и выполняли их с различной скоростью. На этом, как бы по выполнению работы, заканчивалась обязательная часть урока. Есть такое понятие, как обязательная часть урока и необязательная часть урока. Так вот, во время необязательной части урока ребёнок имеет право самостоятельно выбрать форму деятельности. Он не имеет права бездельничать, но он имеет право выбрать ту форму деятельности, которая ему нравится. Кто-то может взять книжку на английском языке, ту, которая ему нравится, целая библиотека в классе, пойти и сесть на своё место. Кто-то может взять раскраски с английскими, картинки, подписанные английскими словами, и с ними играть, раскрашивать. Кому-то даются самостоятельные задания на компьютере. Самый тяжёлый поведенческий ребёнок подошёл к учителю и сказал, что он устал, и ему была дана возможность уйти, при классе есть специальная комната, куда ребёнок может уединиться и там релаксировать. Далее, очень важным моментом позитивное подкрепление учебной деятельности и учёт эмоциональных особенностей ребёнка. Вот это комната для релаксации, как раз здесь на фотографии, это комната для релаксации. А позитивное подкрепление учебной деятельности устроено очень остроумно. Значит, каждый учитель, в принципе, сам придумывает, каким образом он будет поощрять детишек. Но, например, вот в том классе, работа, которую мы наблюдали, дети зарабатывают куски пиццы. То есть, если они работают весь день хорошо и ни от каких педагогов не поступает таких серьёзных замечаний, то за один учебный день они зарабатывают кусок пиццы. Разумеется, это символическое действие. Просто сделанное из бумаги кусочек прикрепляется к доске. Далее, за неделю они могут набрать целую пиццу. Пять учебных дней, за пять дней они могут её набрать. Если они её набирают, то им реально школа заказывает пиццу, и как окончание учебной недели они собираются вместе и её съедают. То есть, технически ничего сложного, но удивительным образом действует на эмоциональное отношение к учёбе. То есть, вот такое позитивное подкрепление. Далее, есть очень важный момент ещё, это, ну вот это вот тоже как иллюстрация к позитивному подкреплению учебной деятельности и учёту эмоциональных особенностей ребёночка. Это дневники, которые дети принесли после каникул с рассказами о том, как они провели каникул и что они делали. Дневник каждого ребёнка. Видите, такая вот выставка, то есть, портрет каждого ребёнка наклеен и достаточно подробно рассказывается о том, что он делал, где он был, какие были удачи, какие были неудачи. И вот такие формы работы вообще очень активно применяются, очень много этого. Весь класс, все стены класса функциональны. То есть, есть библиотечка, есть место, где хранятся школьные письменные принадлежности. Вот всё остальное пространство – это покрытие специальное, на которое вывешиваются детские работы, вывешиваются сочинения. Значит, каждый день учебной деятельности посвящён какому-то одному ребёнку. Детям раздаются специальные такие бланки, потом они будут, у меня я покажу, где ребёнок рассказывает о себе какие-то основные вещи. Классы большие, не все общаются друг с другом близко. И вот ребёнок рассказывает о том, что он любит, о том, чего он не любит, какие у него есть домашние животные, как он проводит своё свободное время. И эти работы, они постепенно тоже накапливаются в классе. И каждый может подойти, почитать о другом. И всё это очень эмоционально делается очень приятно. Далее, я ещё буду о школе рассказывать, но про технологию я вам рассказала. Теперь технология диагностики. Технология диагностики. Используется три группы методов. Это опросники, методы наблюдения за детьми в классе и тестирование. Значит, вот технология диагностики нами изучалась в ресурсном центре, в национальном ресурсном центре, потом в ресурсном центре Торшов-Компенсаторис и в детско-подростково-психиатрической клинике. Значит, в эти центры дети попадают после того, как они попадают в группу подозреваемых на один из диагнозов. Каким образом дети попадают в эти группы? Во всех учебных заведениях существуют опросники для педагогов и для родителей. Если у специалистов возникают сомнения в том, есть ли у этого ребёночка диагноз, нет ли у этого ребёночка диагноза, то первым этапом используются опросники, развернутые опросники, причём эти опросники бывают для учителей, для родителей и для самих детей и подростков. Ну, не для маленьких детей, конечно, но для детей и подростков. И опросники – это самая популярная методика для первичного выявления таких расстройств. Потому что выезжать на места бригады специалистов, которые имеют право ставить диагноз, они не могут, их не так много. А вот первично отобрать детей группы риска, а потом уже обследовать у себя в центре – это вполне работающая система, и вот по этой системе и живёт Норвегия. А вот эта система, она начинает работать на уровне общеобразованной школы? Нет, конечно, эта система начинает работать с того момента, как появилось подозрение, что у ребёночка есть какие-то нарушения в развитии. То есть как… Структурно, структурно, это что, это детский сад? Вы имеете… Вы имеете в виду эти опросники, да? Нет, да. Значит, в любом учебном заведении, детском дошкольном учреждении или в школе, на любом уровне, понимаете? То есть этими опросниками оснащены все специалисты. Я сейчас расскажу, какими именно подробно, но ими оснащены все специалисты. И если у специалистов вот в этом конкретном учебном заведении появляется подозрение по поводу какого-то одного ребёнка или целой группы детей, то на них заполняются вот такие опросники. Потом данные анализируются, и тех детей, которые действительно по результатам опросников вызывают подозрения на диагноз, уже их вместе с родителями отправляют вот в… либо в ресурсные, ну, в ресурсные центры, либо в национальные ресурсные центры, он более, он такой, более мощный. Либо есть ещё несколько организаций, которые тоже имеют право обследовать и ставить диагноз, вот в том числе психиатрические, ну, поликлиники, клиники они у них называются. Итак, опросники, которые используются для диагностики. Значит, самый популярный опросник, он называется 5.15, «from 5 to 15». Значит, это опросник для интервью с родителями. И для интервью с родителями. Вот. И так как родители хорошо знают своего ребёнка, вот, то опросник чрезвычайно подробный и отнимающий довольно много времени. В нём 181 вопрос. Значит, и он позволяет оценить развитие ребёнка в восьми сферах. Это двигательные навыки, это управляющие функции, восприятие, память, язык, социальные навыки, успехи в обучении, эмоциональные проблемы и проблемы поведения. Этот опросник переведён нами, сотрудниками нашей лаборатории, уже после командировки в Норвегию. Вот. И те, кто хотят с ним ознакомиться, он есть в отчёте нашей лаборатории о поездке в Норвегию. Вот. Ну и если кто-то хочет, может мне сегодня дать... То есть мы, как бы, мы эти материалы ни от кого не скрываем. Вот. Они есть в научном управлении, но если кто-то хочет вот лично от нас получить, то мы готовы прислать по электронной почте. Почте. Значит, сразу хочу сказать, этот опросник разрабатывался скандинавскими учёными и имеет свою скандинавскую специфику. Вот. Поэтому он пока только переведён. Мы его ещё не адаптировали к нашей русской системе работы. Вот. Но, тем не менее, вот он уже есть, это материал, с которым можно работать, в том числе его можно опробировать и адаптировать. Вот. Он достаточно популярен, но при этом очень трудоёмкий. Вот. Ну, это вот его выходные данные, видите, да, что он здесь учёный и из Финляндии, и из Швеции, и из Норвегии. В общем, это вот скандинавская группа скандинавских учёных его разрабатывала. Вот. Далее. Есть опросник, который называется «Оченбах систем of imperiously based». Это опросник, который используется как инструмент для оценки проблем поведения и особенностей личности. Вот. Он менее популярен, но тем не менее, в некоторых случаях, когда возникают сомнения, используется и он. Значит, вот результаты позволяют строить профили по трём разделам. Тревожность, депрессивность, избегание депрессивности, то есть отказ в соматические жалобы, социальные проблемы, проблемы в мышлении, проблемы внимания, нарушение норм поведения и агрессивное поведение. Значит, опросник Конора, ну это известный, значит, хорош тем, что в новом издании имеет краткий и развернутый перечень вопросов. Да, потому что когда надо провести скрининг обследования, когда нужно быстро, оперативно собрать информацию, то заполнять опросники по 180 вопросов сложно. А здесь есть краткий вариант, причём он есть как для родителей, так и для самих детей, но уже для детей и подростков. Далее, опросник был разработан специально для оценки симптомов СДВГ, но вы видите, что один из авторов Баркли, это классик литературы о СДВГ, и им тоже пользуются. Это опросник, разработанный в Англии. Ну и, наконец, опросник Бриф. Из всех опросников, которые мы видели и с которыми мы имели дело, нам показалось, что он один из самых эффективных опросников для выявления различных нарушений развития и разграничения их. Значит, этот опросник, ну, видите, название его поведенческие шкалы для оценки управляющих функций. Значит, в этом опроснике существуют анкеты, вопрос, варианты для родителей, для учителей, а также отдельно для детей и отдельно для подростков. То есть, в идеале на каждого ребёночка этот опросник могут заполнить 3-4 человека. Сам ребёнок, один его родитель или двое его родителей и учитель. Значит, ценность этого опросника ещё и в том, что вопросы составлены так, что данные, которые дают педагоги и данные, которые дают родители, они не очень сильно отличаются. Вот это беда очень многих опросников, что учитель заполняет, получается, одна картина, родители заполняют, получается, совершенно другая картина. Этот опросник устроен таким образом, что вот такого сильного разрыва не получается. Значит, этот опросник также переведён сотрудниками нашей лаборатории. И мало того, вот этот опросник мы уже во всё пробируем, мы с ним очень активно работаем. Весь последний, начали работать ещё прошлой весной, сразу после того, как его перевели, и продолжаем работать в этом учебном году. Вот. И нам очень нравятся, как бы, те результаты, которые мы получаем. Вот. Опять же, этот опросник, с его материалами можно ознакомиться в отчёте нашей лаборатории за 2009 год. Это всё сдано в научное управление. Вот. И там есть и печатные варианты, и электронные варианты. В общем, это всё можно получить и тоже этим пользоваться. Значит, опросник «Бриф». Он устроен так, что оценивает поведение ребёнка по нескольким критериям. Значит, есть критерий «Индекс регуляции поведения». Первый критерий. И сюда входят такие функции, как оттормаживание, переключение и контроль эмоций. Далее. «Бета-когнитивный индекс». Сюда входят инициативность, рабочая память и планирование организации деятельности, порядок в собственных вещах и когнитивный контроль. Значит, вот два индекса. На основе этих полученных индексов считается общий индекс и дальше делаются выводы. Но я не буду рассказывать вам, каким образом это всё обсчитывается. Смысла нет. Тот, кто захочет ознакомиться. Опросник составлен очень понятно, с подробнейшими инструкциями, вплоть до того, какими словами надо уговаривать родителя, чтобы он заполнил этот опросник. Потому что российских родителей уговорить очень непросто. Но, в общем, мы пробуем с ним работать, и нам нравится. Значит, вот здесь я хотела вам показать типичные профили, которые получаются по бриф у ребёночка с комбинированным типом СДВГ. Значит, это восьмилетний мальчик, который в детском саду не демонстрировал сильных проблем. Были подозрения на его счёт, но, тем не менее, ярко выраженные проблемы накопились к второму классу общеобразовательной школе, когда ребёнок перестал успевать за темпом класса, когда у него ярко проявились проблемы в общении с другими детьми, вообще в выстраивании отношений, когда он стал разрушать учебную ситуацию, потому что вот эта вот двигательная активность мешала ему сосредоточиться и ему, и, соответственно, другим детям. Вот, и вот он был направлен на обследование и обследован специалистами в Национальном ресурсном центре. Вот, значит, в бриф устроено, шкалы устроены так, что чем график выше, тем более грубо выражены нарушения. Вот, и, ну вы видите, насколько неравномерны проблемы ребёнка и самые сильные, самые серьёзные проблемы у этого мальчика были, значит, здесь он у нас по профилю демонстрирует, выраженную импульсивность, далее существенные проблемы с регуляцией поведения, вот, при этом у ребёнка абсолютно нормативный интеллект, он был обследован по шкале Векслера, 98 баллов у него, этот вполне хороший, даже не сниженный интеллект, вот, далее, значит, по, вот это, это профиль, который получился на, в результате анализа опросника родителей, посмотрите, какой профиль получился на, в результате анализа опросника учителя, да, вот, посмотрите, они, нельзя сказать, что они очень сильно отличаются, вот, доказательство того, что этот опросник достаточно объективно выявляет, да, и со слов родителей, и со слов педагога реальные проблемы ребёночка. Значит, после обследования ребёнка в Национальном ресурсном центре были даны рекомендации, была, значит, было прописано, скажем так, рекомендовано пройти курс поведенческой, поведенческой когнитивной психотерапии, именно психотерапии, далее, было, значит, был выработан алгоритм работы над решением задач, который был рекомендован именно ему, каким образом с этим ребёнком нужно работать над решением задач. Далее, была предложена родителям медикаментозная поддержка, и была предложена специальная система обучения, специальная не в плане специальной школы, а специальная в плане организации его деятельности в том самом классе, в котором он учился до этого. Значит, деятельность была организована на основе алгоритма, который был выработан именно с ним, и был построен таким образом, чтобы обеспечивать когнитивный контроль, так как интеллект хороший, когнитивный контроль его действий с использованием специальных опор для сосредоточения внимания, уменьшения импульсивности и применения этого стратегического алгоритма для решения задач. То есть, Национальный ресурсный центр не только обследует и ставит диагноз, что очень важно, а для каждого ребёнка, для его родителей и для педагогов прописывается алгоритм действий, каким образом нужно организовывать работу с ним. Опросник Бриф интересен ещё и тем, что он применим к самым различным клиническим группам. Ну, вы видите вот на этом слайде те клинические группы, с которыми по этому опроснику можно работать очень успешно. Это СДВГ, черепно-мозговые травмы, синдром Туретта, нарушение чтения, категория недоношенных детей, категория детей с поражениями головного мозга, органическими поражениями, высокофункциональный аутизм и умственная отсталость. Со всеми этими категориями детей по этому опроснику работа показывает себя очень успешно. Значит, в самом опроснике, в руководстве по работе с ним описаны типичные картины, типичные профили для каждой такой группы. Опять же, те, кто хотят подробно с этим ознакомиться и работать, есть возможность это изучить. Это всё входит в комплект приложения к опроснику бриф. Теперь методы наблюдения за детьми в классе. Это тоже входит в технологию организации диагностики детей. Значит, это следящая диагностика, то, что в нашей поотечественной практике называется следящая диагностика, но там она тоже достаточным образом формализована, и существует система фиксации данных по результатам следящей диагностики. Это не спонтанное действие, оно проводится периодически, раз в какой-то период времени, и существуют разные формы следящей диагностики. Например, специальный педагог приходит на 10 минут в класс раз в какой-то период времени. За эти 10 минут наблюдается за процентом времени, которое ребёнок потратил на работу, а не на развлечение и рассматривание чего-то в классе, значит, процент времени. При этом процент от 60 до 80% считается абсолютно нормативным. То есть выше 80% уже наводят на размышления, и ниже 60% это тоже не норма, значит, от 60 до 80%. Вот. И вот эти две формы, ну, они немножко разные, но это формы, которые заполняет специалист, который занимается следящей диагностикой. То есть не просто пришёл, посмотрел, что происходит в классе, и потом сказал два слова учителю о своих соображениях. Посмотрел, записал, зафиксировал различные особенности поведения и познавательной деятельности ребёнка, и всё это хранится в личной карте ребёнка, можно отслеживать и динамику, и можно смотреть колебания рабочего состояния ребёнка, в том числе вот и по таким диагностическим материалам. Далее. Тестовая диагностика. Да, мы с вами говорили, что есть опросники, есть диагностика, следящая диагностика, и, наконец, есть тестовая диагностика. Значит, самый популярный тест, как и у нас, наверное, как и во всём мире, это тест Векслера на определение интеллектуального коэффициента. Вот. Далее идут названия двух тестов, которые разработаны и применяются только, ну, как бы, именно вот в Скандинавии. То есть у нас нет их аналогов. Вот. Нет особого смысла их описывать, но один из них называется «точки». Это когда ребёнок переставляет вот такие вот специальные штырьки по заданному узору, ну, не по маршруту, а именно по заданному узору. Вот. У нас точной аналогии этого теста нет. Вот. А вот Кьюб-тест или Кьюб-тест-плюс — это компьютерные тесты. У нас, к сожалению, тоже нет, ну, вот на сегодняшний день широко, по крайней мере, распространённой методики, аналогичной этой, у нас нет. Значит, этот тест, Кьюб-тест предназначен для детей, Кьюб-тест-плюс — для подростков и взрослых. Этот тест специально разработан, чтобы позволить оценить уровень активации внимания и импульсивность. причём измеряются не только результаты нажатия ребёнком кнопок, ну, при взгляде на экран, но при помощи специального обруча, который надевается на голову, учитываются особенности удержания позы, появления навязчивых движений, учитывается, в какие моменты у ребёнка идёт спад, да, вот когда он расслабляется, в какие моменты он собирается. Вот, то есть, вы знаете, вот, когда мы смотрели на это, причём мы не просто посмотрели, мы прошли этот тест и попробовали, вот как это получается, как бы какие результаты. Вот, но я не могу сказать, что мы завидуем, да, но, конечно, иметь такие технологии у нас очень хочется. Очень. Значит, вот этот вот кьюб-тест, он разработан в Европе, и его можно, его нельзя купить, его можно получить, но всю эту компьютерную технологию вместе, потому что это программа, которая поставляется вместе со всем оборудованием, потому что вот эти вот, вот этот шлем, который надевается на голову специальным образом, присоединённый компьютер, всё это поставляется вместе. Причём фирма, которая это разработала и распространяет, они не продают это оборудование, они его просто поставляют, но при этом берут очень большую сумму за его эксплуатацию. Вот такой вот, ну вот такая особенность, вот, но тем не менее, конечно, это оборудование, которое в диагностических центрах нужно иметь обязательно. Вот, оно очень эффективное. Вот, и, к сожалению, аналогов, есть американские аналоги, вот, но у нас в России пока, по крайней мере, мы аналогов не видели. Вот, значит, и... Что? Это тоже, значит, это вот, я сразу сказала, вот эти два теста, они оба, это вот скандинавские разработки, нет переводов на английский язык, кстати, как и в 515, тоже не было перевода, пришлось переводить с норвежского, и это очень сложно, потому что у нас переводчиков с норвежского, к сожалению, практически нет. Вот, если бы всё это было на английском языке, то можно было бы сразу перевести и пользоваться. Вот, но это, струб-тест, это тоже тест, который использует манипуляции ребёнка, да, учитывается его время выполнения, правильность выполнения, каким образом он манипулировал с предметами. Вот, но у нас нет, к сожалению, этих аналогов. Вот, так, далее. Значит, теперь вот я хочу всё-таки вернуться к процессу помощи, вот конкретной помощи, да, мы поговорили о том, каким образом государство обеспечивает работу системы, мы поговорили о том, каким образом выявляются дети с СДВГ, с СДВГ и с другими трудностями обучения, с другими нарушениями развития, вот, но тем не менее, каким образом этим детям помогают, каким образом строится технология. Значит, первое, это медикаментозная поддержка, причём лекарства абсолютно бесплатные. Вот, я думаю, что для вас не секрет, что лекарства, ну, во-первых, в нашей стране тех препаратов, которыми пользуются на Западе, они пока не разрешены нашим министерствам здравоохранения, что? Сравно лекарства. Ну, выписывают, выписывают, конечно. Главное, где это респолепт, а официально респолепт или не разрешены? Вы знаете, респолепт, это, респолепт, всё-таки он, да, он достаточно широко применяемый препарат, его действительно выписывают, хотя, в общем, это дело запрещённое. Вот, значит, итак, медикаментозная поддержка. Ещё раз хочу сказать, да, и вот каким образом это определяется, нужно ребёнку или не нужно эту медикаментозную поддержку, будет она для него эффективной или не будет, это делается в тот же день, когда ребёнок проходит тестирование. Вот это поразительно, насколько эффективно организована эта система. Ребёночек приезжает в центр диагностический, в один и тот же день с ним проводятся обследования, все необходимые обследования, но опросники, естественно, заполняются заранее. В то время, пока ребёночек находится на обследованиях, с родителями тоже проводятся обследования, они заполняют какие-то другие анкеты, опросники и так далее. После этого перерыв на ланч и прогулка у ребёнка. А специалисты за это время обрабатывают результаты тестирования и назначают препарат, который можно попробовать дать ребёнку. И ребёночку даётся этот препарат здесь же, прямо в диагностическом центре. И после этого ему даётся 2-3 часа перерыва, чтобы он передохнул и препарат успел подействовать. И в этот же день с ним повторно проводится вот такая вот скринин-диагностика. И результаты сразу налицо. Помогает, не помогает. И вот в 50% случаев вот этот самый кьюб-тест показывает, что при применении препарата результаты у ребёнка возрастают, ну, заметно возрастают. И это лучшее доказательство для родителей, что да, ребёночка надо лечить. Ну и плюс, я уже говорила об этом, плюс, конечно, экономические факторы. Потому что если комиссия назначила лечение, а родители это не выполняют, то они будут подвергаться всяческим преследованиям в полном смысле слова со стороны государства. Простите, я не всё дорассказала. Да, значит, далее. Тесное сотрудничество школы и родителей в организации эффективной помощи. Это не пустые слова. Всё обсуждается с родителями. Программа обучения в обязательном порядке согласовывается с родителями. Только при подписи родителей специалисты учебного заведения имеют право начинать работу с ребёнком по этой программе. И родители вообще всячески привлекаются. Это не значит, что они сидят в школе денно и ночно, но их ставят в известность обо всём. Им сообщают самую разную информацию. С ними ведётся очень плотная переписка. В Норвегии не принято собирать общешкольные родительские собрания или вызывать родителей в школу. Родители вызываются в школу только если нужно поставить подпись на каком-то документе или что-то родителю продемонстрировать. Какие-то праздники, работы детские, достижения и так далее. Всё остальное время учителя-родитель, то, что называется, в контакте. Учитель обязан по окончанию каждой рабочей недели предоставлять рапорт о достижениях ребёнка. Ну, разумеется, краткий, потому что классы большие. Но, тем не менее, о достижениях ребёнка докладывается каждую неделю. И тем самым родители в курсе ситуации, они постоянно, ну, если, конечно, у них есть такое желание, они постоянно могут эту ситуацию отслеживать и каким-то образом при обратной связи на неё влиять. И, наконец, дополнительная педагогическая помощь детям, которым поставлен диагноз СДВГ. Но я сразу хочу сказать, не только СДВГ, любой диагноз. Но эта педагогическая помощь очень дозирована. То есть, вот, когда мы говорим об инклюзивном образовании, мы всё время говорим, ну, а как же они будут учиться в классе без тьютера? Вот в Норвегии нет тьютера для каждого тяжёлого ребёнка. Есть социальный педагог или несколько социальных педагогов, которые будут работать с этим ребёнком столько, сколько этому ребёнку нужно. То есть, например, если ребёнку нужно, чтобы рядом с ним сидели на математике, а на остальных уроках не нужно, значит, рядом с ним будут сидеть на уроке математики. Если ребёнок нуждается в том, чтобы ему помогли сделать домашние задания, значит, его будут забирать в кабинет для выполнения домашних заданий вот ровно на то время, насколько нужно. То есть, помощь дозированная. Да, и один, соответственно, вот один социальный педагог, один тьютер ведёт не одного ребёночка, а целую группу детей. И, как бы, вот количество этой помощи, оно может увеличиваться в зависимости от состояния ребёнка, оно может уменьшаться. Очень вариативная система. Так, да, пожалуйста. У вас есть программа, которая проводится в основном, в основном, в основном, в основном, родители подписывают. А эта программа на какой времени времени? То есть, она, я помню, что вы сказали, что она может иметь 11? Как правило, на полгода. На полгода? Примерно. Потому что полгода, это такое, в общем, половина учебного года, одно полугодие. Это достаточное время для того, чтобы, ну, как-то сделать хорошие сдвиги вперёд. Значит, в том случае, если в этот временной промежуток педагоги видят, что программа составлена неадекватно, они соберут внеочередное консилиум и сделают новую программу. Кроме того, конечно же, учитывается состояние ребёнка, потому что дети с эндогенными заболеваниями, они, естественно, они очень неравномерны. И они могут дать спад, они могут, у них, наоборот, может быть подъём. И поэтому в этом смысле программа тоже, программа построена таким образом, чтобы у ребёнка, например, была возможность в течение полугода, если у него, например, осеннее обострение, да, это же. Ну, дети с эндогенными заболеваниями, для них, для всех это характерно. Значит, программа просчитана таким образом, что ребёнок не всё время учится и узнаёт что-то новое с одинаковой скоростью. Понимаете? То есть есть запас по этой программе. Но я ещё раз говорю, что это всё обсуждается, варьируется и работает. Вот что самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!